Всем огромный привет! Вы на канале Вязание и зовут меня Юля. Сегодня я хочу продолжить снова рубрику, которая была начата вместе с вами. Если я не ошибаюсь, недельку назад, может быть уже и больше, может быть и времени больше прошло. Не могу сейчас точно вспомнить. Рубрика у пряжи. С какой пряжи вязать? В моем предыдущем ролике я сделала краткий обзор на все основные виды пряжи. А в этом ролике я предлагаю вам сделать упор на отдельно уже на какой-то конкретный вид, как я и обещала. И многих это заинтересовало, поэтому я естественно продолжаю эту серию роликов. Итак, сегодня я хочу поговорить о той пряжи, которую как правило советуют новичкам. Причем эта участь не именовала и меня. Несмотря на то, что научилась я вязать очень далеко давно, вещи-то я вязать уже стала в более взрослом возрасте. И, ну, как бы в более студенческие годы, правильно даже сказать. И именно в то время я еще не разбиралась в этих всех тонкостях пряжи. Я думаю, много таких вязальщиц, которые только начинают. И они вот, ну, просто не имеют представления о том, что собой представляет та или иная пряжа. И, ну, да, я думаю, те, кто поопытнее, уже поняли, о чем идет речь. А речь пойдет, естественно, об акриле. Акрил, ну, даже, наверное, правильно не акрил назвать, а вся пряжа, имеющая синтетическое волокно. То есть, как правило, именно 100% акрил предлагают вязать вязальщицам, которые только начинают. В принципе, ничего здесь удивительного нету. Это вполне нормальное, естественное явление, потому что акрил – это бюджетная пряжа. Хотя, правда, при нынешних условиях не всегда я назовешь ее бюджетной. Но она довольно-таки намного дешевле, чем тот же мериност и та же шерсть были. Поэтому выбирают вязать с этой пряжи. То есть, если у вас что-то не получится, не так обидно будет выбросить. Легко ее распустить. Хотя у меня был опыт, я распускала полотно. Ну, вот, провязала, да, увидела ошибку, решила распустить и начать заново. И полотна отличались. Хотя, ВТО это все исправило. Но, как для новичка, это будет шок. А вдруг я не смогу вязать? А вдруг еще что-то? Ну, вот, поэтому, наверное, акрил будет такой вот вариант не из бюджетных пряж. У нас в Харькове, я тоже, как говорится, меня отправили вязать за этой пряжей. И свое первое изделие я тоже вязала с акрила. Не только первое, другие вещи у меня есть из акрила. Первое изделие было с ужасного акрила. Фотографии первого изделия я вам не покажу. У меня есть, но они такие более личные фотографии. Поэтому я с вами ими не поделюсь. Ну, почему с акрила? Потому что дядя Олег на центральном рынке, который, ну, вязать сейчас с Харькова не много, знаю. Он просто предлагал пряжу именно вязать только с акрила всем новичкам вязаний. А когда я к нему пришла с журналом и попросила вот такую же пряжу, то мне никто не предложил аналогов замены. Ну, вы сами понимаете. Он мне сказал, ты что, будешь вязать по журналу с этой пряжи? Ты можешь руководствоваться? Никаких расчетов, ничего. Ну, все, как говорится, опытным путем доходилось, да, додумывалось. В целом, акрил — это вообще синтетический материал. И его используют во многих отраслях жизни. Ну, там, акриловые краски, к примеру, то, что мне сейчас первое в голову пришло, и тому подобные вещи. И тому подобные вещи. Поэтому акрил — это такая вещь, которая прочно вошла в нашу жизнь. 100% акрил — нормальная пряжа, в принципе, если выбрать хорошего производителя. Вот у меня, например, их свитер. Я вам принесла специально его показать. Я в одном из роликов. Это мой домашний свитер на данный момент. Он связан из 100% акрила. Как видите, вот, чтобы поближе показать, полотно практически не имеет катышек. Есть они, они незначительные. Но данному свитеру уже больше 10 лет. То есть, ну, они заслужили здесь быть эти катышки. Но в целом вещь не потерлась. Она такая же, какая и была. И, ну, это свитер «Летучая ножа» у меня был. Я себе вязала. И я вам скажу, что он такой с люрексом. Это была первая пряжа с акрилом с люрексом. А, вот видно, видите, блестит. Это была первая пряжа с люрексом, которая, ну, вот, она появилась у нас на рынке в Украине. Я не беру «Ярну». На тот момент я в «Ярну» редко попадала. Для меня «Ярна» была далековато. И я в нее не попадала. Довольно часто именно сам акрил добавляют во много пряж. Причем вы можете встретить акрил как в дорогостоящей пряже, так и в бюджетной. В принципе, это вполне нормальное явление. Как правило, большинство вязальщиц выбирает 50%. Я здесь говорю «акрил», но я имею в виду любое полотно синтетическое. Я, как бы, сейчас, на данный момент вяжу очень мало акриловой пряжи синтетической. Ну, вот игрушки. Вот, к примеру, тоже была связана с синтетической пряжей. Или вот «Дольче Ярн». Это вообще от балбашки пряжа. Вот ее на пледики, на подушечки детские. На игрушечки суперская пряжа. Если что, у меня здесь лежит пряжа, я на нее иногда опускаю свои глаза. Вот. Многие выбирают 50%. Но, опять же, смотря в какой состав оно войдет. Если это 50% с шерстью, то пряжа будет очень мягкая. Как по внешней, вот видите, как мой свитер, он тоже не слишком отличим от шерстяной пищи. Кого-то, если 50% хлопка, в топом нет мой рукав. С моих логов я вам показывала о нем, да. Вот. Это, ну, вот реально, как будто сейчас он мягче стал. Как-то, не знаю, может вначале какая-то была в бобине пропитка сильная. Хотя я же бы моток отметала, не знаю. Ну, вот это, она нитка как катушечная. Я же говорю, сейчас она более мягче стала. В процессе уже. Может, я уже чуть-чуть привыкла к ней, не знаю. Хотя я, наверное, неделю я к ней к рукаву не подходила. Сори за отступление от темы. Вот. Очень много пряжи слонимская, которая пользуется популярностью тоже. Я не исключение, я безумно люблю слонимскую пряжу. Вот он, один мой из свитеров. Сейчас, Сори, он одевавшийся. А я его ношу, просто не вылажу с этого свитера. И вот, вот этот мой любимый-любимый свитерочек всеми. Это со слонимской пряжи. Свитер весит 270 грамм. И он обалденный. Ну вот, лично я его просто обожаю и ношу с огромнейшим удовольствием. Я его не вылажу. Джинсы, свитерочки, вперед. Как говорится, то, что мне именно нужно. Это именно этот свитерочек. Возникает же вопрос, есть ли это синтетика, есть аналоги, почему же ее выбирают? И это закономерный вопрос, о котором задаются многие вязальщицы, особенно новички. Так, в первую очередь, конечно, здесь играет роль стоимость пряжи. Пряжа бюджетная и, соответственно, выбор за ней. Если погуглить на просторах AllX, да и вообще интернета, и некоторых интернет-магазинов, бобинный турецкий акрил можно купить за 20 гривен 100 грамм. Если мы переведем с вами в рубли, то это примерно 30-35 рублей 100 грамм акрила. Качество его, конечно, я не могу сказать, но люди же вяжут, люди же покупают. Значит, есть спрос. Я понимаю, что эту пряжу кидают в вязальные цехи, а потом продают эти вещи. Ну, мне кажется, еще есть похуже. Я на рынке видела чуть дороже акрил, конечно. На нашем, у нас есть там магазинчик, открылся полностью с турецким акрилом. И там вот я видела эту пряжу. То, в принципе, я хочу сказать, что она неплохой вариант. Но цена играет большую роль, как ни крути. Но сейчас вопрос стоимости вещи, изделия, товара для многих очень важен. И не каждая вязальщица может себе позволить вязать с кашемира. Ну, извините, давайте я не буду кривить душой. На данный момент я тоже не могу себе позволить вязать с кашемира. Мне жаба дает. Откровенно говоря. Следующий момент. У меня тут еще заметочки, если что. Надеюсь, никому я не мешаю, если туда вниз глаза все-таки опускают. Так, следующий момент, почему выбирают акрил, это огромное количество цветов. Как у акрила, ни у одной вида пряжи нету такого количества цветов. Вот если мы возьмем меренос и возьмем, например, акрил, да. Он не явно меренос по цветовой гамме, он проиграет. Там очень много таких буйств красок есть, такие яркие, насыщенные цвета. Почему много вот в серии детского акрила, да, там есть такое понятие, baby acryl, если я не ошибаюсь, в Янарте есть. И качество его не очень. Скажу сразу, там катышки быстро появляются. То здесь, как бы, вот эта вот массовость цветовой гаммы и вызывает интерес. Если уже, ну, в мереносе ты такой цветовой гаммы, к сожалению, не выберешь. Как ни крути. Ну, возможно, если сам будешь красить, и то не факт, что она прокрасится, ты получишь ожидаемый результат. Ну, это так и лично, я думаю. Мягкость пряжи. Да, изделия мягкие. Ну, вот этот мой, я же говорю, свитерочек, он мягкий. Он до тела настолько приятный, не знаю, мне он вообще не парит. Хотя люди говорят, что акрил парит, и это его недостаток. Но мне лично он не парит, поэтому я его ношу с огромнейшим удовольствием. И радуюсь, как бы, своей жизнью, что я не ощущаю. Но есть люди, которые говорят, что в процессе вязки они слышат вот эту скрипучесть акрила. Я поняла, о чем идет речь буквально, ну, может, месяц назад, когда стирала одну вещь. В составе был акрил. Ну, как бы не акрил, а синтетическое волокно, правильно, там другие виды названий. Ну, в принципе, тот же акрил, как я и говорю. И она, замочив ее вещи в воде, я услышала скрипучесть. Я думаю, кто смотрел мои предыдущие ролики, тут понятно, о чем я говорю. Вот эта скрипучесть, она у меня появилась. К счастью, я ее никогда не слышала на спицах, я чему безумно рада. Немалый плюс еще стоит назвать то, что эта пряжа не вызывает ни у кого аллергию. Ну, потому что вот именно на тот момент, когда еще не было такого массовости мериноса, акрил использовался в качестве заменителя пряжи, которая подходила для людей с аллергическими, с аллергией на шерстяные вещи, там на пух, на шерсть, выбирался акрил. Ну, сейчас вроде как есть меринос, и вроде он тоже не вызывает аллергию. К счастью, я с этим не сталкивалась, не знаю. Ну, именно с аллергией, к счастью. Именно на шерсти пряжу это меня радует. Но вот все-таки есть люди, которые с этим сталкиваются. Какой выбирать пряжу в этом случае, вы решать, конечно же, вам. Простота в уходе, это огромный плюс. Вещи с акрила я стираю, просто вот так вот закинула в таз с водой, постирала, как обычную ту же футболку на себе, которую мы носим, отжала и повесила на веревку, и с ней ничего не случается. Вот как я вам показала пример свитера. Он все 10 лет, если не больше, уже стирается вот таким вот образом. Причем я его активно ношу во многих вариантах, и свитерочек меня, ну, очень просто радует меня много лет. Если мы будем говорить о том, что какой вариант акрила мне нравится, производители, то я посоветовала бы картопу, так и называется. Если нужно, я напишу внизу, там, в инфобоксе, либо в комментарии название. И ализе. Относительно свистшопсовок тут, а, еще вот мне нравятся вот эти вот плюшки, плюшки, плюшки. Но плюшки я люблю все, хотя они, зараза, сыпятся. Вот этот тоже, нет, этот, дольче, мне есть джинс. Тут сыпется капецко. Относительно смисовок тут, вот я вам говорила, мой рукав, эта смисовка отличается. Вот вам тоже отличается хлопок с полиакрилом джинс. Янард Флауэрс я вяжу, хлопок с полиакрилом. И тоже состав как джинса, но другая скрутка. И, вуаля, другое, причем процентное соотношение одинакое, но скрутка нитки, и все, они не подходят друг другу. Я пыталась, но это об этом не сегодня, но, как говорится, я пыталась замену найти. Поэтому, в принципе, в состав вы можете найти акрил и в дропсе, всеми любимом, и Лана Гросса, Гата и тому подобные вещи. И еще чуть-чуть хочу уделить внимание чтению вот таких этикеточек, чтобы девочки, которые покупали в магазине, потому что мало кто берется за покупку бобиночек вот таких вот новичков, я имею ввиду, а новичка берут, смотрят на моточках. Итак, я буду читать, говорю, как есть. Итак, акриловые пряжи на этикетке вы можете найти под такими кодовыми названиями. Для российских производителей это пан, панволокно и акрил. Для США акрилан и орлон, для Германии дралон часто популярен, япония кашмелон, англия куртель. Еще реже встречаются такие названия, как крилон, нитрон, редон и пролана. Все эти названия встречаются. В китайцах я встречала еще и другие названия, которые Google потом, спасибо девочкам связального чата, помогли. Что-то я не сообразила в Google спросить, кто и что. Все перечисленное я оставлю в инфобоксе, раскрывайте, читайте, если вдруг что, чтобы вдруг кому-то себе записать. Пожалуйста, здесь в инфобоксе можете выписать для себя, как вам удобно. Вязать с этой пряжи или нет, это выбор абсолютно каждого человека. Я не буду ни убеждать, ни уговаривать, так как мы с вами разные и каждый из вас имеет свое мнение. Я просто желаю всем ровных петельчик, удачных проектов и до новых встреч!